Здравствуйте! Рассмотрим решение контрольной работы номер 3. Так же, как и в прошлых контрольных, критерии оценивания олимпиадных работ есть общего плана, но есть и конкретизированные критерии для каждой из задач. Напоминаю, что просто ответ без объяснений всегда оценивается 0 баллов, поэтому просто ответ нет даже смысла писать. Итак, задание номер 1. На столе лежит 4 столовых ложки, 5 десертных ложек, 6 вилок и 7 ножей. Сколькими способами можно выбрать 3 различных столовых приборов? Причем нельзя выбирать столовые приборы одного вида. Здесь нужно задать себе такой вопрос. Какие конкретно приборы мы берем? И в данном случае даже удобнее сделать наоборот. Чтобы выбрать 3 из 4, это эквивалентно тому, что мы не берем 1 прибор из 4. То есть я буду говорить не о 3 выбранных, а о одном удаленном. Например, мы не возьмем нож. Тогда что у нас будет? 4 столовых, 5 десертных и 6 вилок. То есть у меня есть 4 способа выбрать столовую ложку и 5 способов выбрать десертную ложку. И 6 способов выбрать вилку. По правилу произведения мы получаем 4 умножить на 5 умножить на 6. Это 3 прибора без ножа. Аналогично, если я выбираю 3 прибора, но без вилки, то это будет 4 умножить на 5 умножить на 7. Или без десертной ложки будет 4 способа умножить на 6 умножить на 7. И наконец без столовых ложек будет 5 умножить на 6 умножить на 7. Но это я рассматриваю только раздельные случаи. Теперь важно вспомнить, что каждый из этих случаев несовместим. То есть не может одновременно и ножа быть, и вилки не быть. Потому что мы удаляем только один прибор. Поэтому, если случаи несовместны, то по правилу сложения нам нужно просто сложить количество способов. Считаем это. То есть можно записать просто в виде суммы произведений. И это уже будет правильный ответ. Если же вы при вычислении сделаете ошибку, ну за это снимается 1-2 балла, не больше. Таким образом, 5 или 6 баллов вы все-таки получите. За то, что вы не посчитали выражение, особенно в задачах на комбинаторику больших, балл не всегда снижается. В данном случае не будем снижать балл при проверке. Рассмотрим задание номер 2. В стране N все телефонные номера восьмизначны. Первые три цифры совпадают с кодом города. Последние пять цифр телефонного номера могут быть любыми. Сколько всего может быть различных телефонных номеров, если в стране N всего 22 города, и у каждого города 22 уникальных кода. Итак, у некоторых сбивает то, что 22 города и 22 кода. Значит, у каждого по одному коду. Нет, так не говорится. У каждого города, читаем внимательно, у каждого города 22 уникальных кода. Поэтому первые три цифры, которые будут кодом города, это 22 города и при этом у них 22 уникальных кода. То есть по правилу произведения мы получаем 22 в квадрате, то есть 484 различных вариантов первых трех цифр, то есть кодов. Теперь последние пять цифр. Тут важно, что так как это не первые цифры, то разрешается выбирать любую из десяти цифр, включая ноль. То есть номер может и с нуля начинаться. В этом случае у нас получается, каждая цифра 10 вариантов, а так как мы берем их одновременно, и первую, вторую, третью, четвертую, пятую, то по правилу произведения будет произведение пяти десяток. То есть 10 пятой 100 тысяч способов. И так как номер из восьми цифр – это три цифры, и еще три цифры кода, и еще пять цифр потом, то опять же по правилу произведения у нас получается, что 22 в квадрате умножается на 10 пятой. Получаем 48 миллионов 400 тысяч вариантов в этой стране. По критериям оценивания. Если разобран, наверное, только количество кодов, то это три балла. Если верно разобрано для последних пяти цифр, то это тоже три балла. Если ответ записан в общем виде 22 в квадрате на 10 пятой, фактически ответ верный, но не вычислен. За это балл не будет снижаться. И задача полностью решена, это 7 баллов. При всей простоте решения все равно какое-то объяснение, как и здесь должно быть. Если же вы просто укажете ответ, то напоминаю, это все равно будет оцениваться нуля баллами. Сколькими способами можно собрать пять гоночных команд из пяти водителей, пяти штурманов и пяти сформированных четверых полевых механик? Если в каждой команде должен быть один водитель, один штурман и одна из сформированных четверых полевых механиков. В принципе, так как четверки механиков сформированы, то можно считать их как один объект. То есть это не четыре человека, а одна четверка. Таким образом, мне нужно составить команду из четырех различных профессий. Что здесь важно разобрать? Нам важно понять, важен ли порядок. Потому что у нас есть правило произведения, в котором считается количество способов, но с учетом порядка. Если же на самом деле порядок не важен в конкретной задаче, то, напоминаю, мы составляли произведение и выводили, что количество способов без учета порядка, это дробь, как в числителе будет количество способов с учетом порядка, а в знаменателе будет количество перестановок внутри этого объекта. Итак, рассмотрим первый способ. Итак, порядок годночных команд не важен. Почему? Мы говорим о командах. Если у нас сформированная четверка из водителя, штурмана, точнее тройка из штурмана, водителя и механиков, будет командой один или будет командой два, то это все равно та же самая команда. Таким образом, нам порядок не важен. Как же сделать, чтобы не учитывать этот порядок? Мы можем сделать так. Смотрите. Условно, первая команда с каким-то первым водителем. А номер этой команды для нас будет не важен. То есть, команды просто нумеруются по водителям. Итак, давайте посмотрим, к какому водителю может попасть штурман. Первый штурман может попасть к любому из пяти водителей. То есть, пять способов. И второй уже к четырем водителям. Почему? Пять водителей минус тот водитель, которому ушел первый штурман. То есть, получается пять и четыре способа. Теперь, у третьего штурмана остается пять и минус два. То есть, тремя способами можно выбрать ему команду. У четвертого остается два способа. И, наконец, у пятого один способ. Таким образом, всего получается пять, четыре, три, два, один. То есть, напоминаем, это пять факториал. Факториал – это произведение всех чисел от одного до указанного числа. Обозначается восклицательным знаком. В некоторых задачах его удобно использовать. Итак, если числа перемножить, то получается 120 способов. То есть, у меня 120 способов распределить штурмана по разным водителям. Теперь, надо распределить механика. Но у механиков точно такой же выбор, как у штурмана. Пять, четыре, три, два, один. То есть, получается, что же 120 способов. Таким образом, у нас всего получается количество способов. Мы выбираем и штурмана, и механика. А значит, по правилу произведения будет пять факториал на пять факториал. Это пять факториал в квадрате. Также можно сказать, что это 120 в квадрате. Также можно это и посчитать. Второй способ состоит в том, что мы все-таки будем назначать тройки команд. Но с учетом порядка. Итак, первый водитель выбирает одну из пяти команд. Второй пять минус один из четырех команд выбирает. То есть, в одной команде уже есть первый водитель. И третий может выбрать пять минус два из трех команд. И четвертый выбирает из двух команд. И пятый выбирает одну из одной команды. То есть, он уже идет в последнюю команду, в которой нет водителя. Таким образом, по правилу произведения, выбор команд водителями осуществляется 120 способами. Аналогично для штурманов и полевых механиков. А так как команде нужны и водитель, и штурман, и механики, то по правилу произведения у нас способы перемножаются. То есть, у нас 120 в кубе вариантов сделать разные наборы команд, но с учетом порядка. То есть, если поменять две команды местами, мы считаем это разными командами. Хотя фактически это те же команды. То есть, если я просто перенумерую команды, первую назову вторую, а вторую третью, третью, а третью назову первой. По сути, команды не поменяются. Тогда что получается? Сколько способов у меня перенумеровать команды? У меня также 5 факториал, это количество перестановок, то есть 120. Значит, у нас получается 120 в кубе на 120, это 120 в квадрате. 14400 способов. Итак, у нас немножко разное решение, но ответ один и тот же. Если же рассчитано хотя бы для одной из должностей количество 5 факториал, ну, это уже можно оценить в 1 балл. Если же сделано с учетом порядка, то есть 120 в кубе или 5 факториал в кубе, то выше 2 баллов оценить нельзя. Хотя, в некоторых условиях за это и 0 могут поставить. Наконец, если не было вычислено, а просто было написано 120 в квадрате или 5 факториал в квадрате, это тоже считается верным ответом, и балл за это не снижается. Рассмотрим следующую задачу. В исходном ряду записаны 10 натуральных чисел, каждый из которых не меньше 1 и не больше 101. Из скольких различных рядов, состоящих из 11 натуральных чисел, также от 1 до 101, можно получить исходный ряд удалением 1 числа. Итак, здесь вопрос. Как соотносятся эти ряды? То есть, можно сказать, что из ряда в 11 чисел я удаляю одно число и получаю ряд из 10 чисел. Но можно помыслить и наоборот, что я к ряду полученному из 10 чисел добавляю одно число и получаю ряд из 11 чисел. Очевидно, что это обратные действия. Поэтому, вместо того, чтобы удалять одно число из 11, мы будем мыслить добавлением одного числа к 10. Тут возникает вопрос. Куда я могу добавить это число? Вот. Число у меня от 1 до 100. Итак, например, можно дописать слева. То есть, оно, новое число 11 будет первым. Сколько у меня вариантов? Я могу писать любое число от 1 до 100. Получим новый номер. И всего у нас 101 вариант. Потому что у нас 101 число. Теперь, второй вариант. Это когда я вписываю на второе место. Там также будет 101 способ писать число. Но, нужно не торопиться общее количество считать 101 плюс 101. Дело в том, что в правиле сложения прямо указано, что количество способов складывается, если среди них нет одинаковых. но в одном случае, и мы сейчас его рассмотрим, при приписывании второго числа у нас число совпадет с тем, что было приписано на первом шаге. А это значит, что у меня только 100 новых вариантов. То есть, 101 это с одним повтором. Также получается для каждой позиции. Таким образом, первую позицию у меня 101 вариант, а в каждой следующей позиции только 100 вариантов. и в итоге у нас получается 1001 вариант. Давайте я это проиллюстрирую, как происходит. Итак, у нас было А1, А2, А10. Первое, это было первое, да, и у нас будет ряд чисел С1, С1 это я весь ряд обозначаю, Б1 приписав спереди. Второй случай С2, когда я Б2 приписываю на второе место. Здесь тоже 101 вариант. Но надо разобрать, какой есть общий вариант. А общий вариант, это значит ряд С1 и С2 совпадают. Но для того, чтобы они совпадали, так как у них с А2 по А10, то есть с третьего по 11 член одинаковы, то для совпадения достаточно, чтобы Б1 совпало с А1. Вот, вот это Б1 первый совпал, первый первого ряда Б1 совпал с первым второго ряда А1. И при этом же второй второго ряда Б2 совпал со вторым первого ряда А1. То есть у нас и Б1 равно А1, и Б2 А1. То есть это единственный случай из наших сколько всего, 200, как бы из 1001 случая единственный, когда ряды не являются различными. Таким образом, у меня всего 101 ряд, но один из них будет повтором. Значит, новых рядов 100. и так касается любых позиций. Все время будет 100 дополнительных чисел. Итак, в данной иллюстрации четко поясняется, в каком же именно случае получается сопадение, почему один вариант нам не подходит. Поэтому присутствие иллюстрации будет балл немного снижен. А вот если ответ неверный, потому что многие могут сказать, что 101 умножить на 10. Ответ будет неверный, будет 1010. И здесь в принципе совсем неверно. Это, конечно, на усмотрение проверяющего 0 или 1 балл, но не выше. Задание 5. Сколько существует 2023 значных чисел, сумма цифр которых кратна 5? Итак, это число надо мысленно разрезать на части и начать с того, что неизменно, так сказать, с инварианта. Итак, какую цифру легче исследовать, первую или последнюю? Учитывая, что на первую цифру накладывается ограничение, если брать, то есть первая цифра не 0, если брать среднюю, то тоже надо понимать какую, поэтому мы отделим именно последнюю цифру и рассмотрим число без последней цифры, самой правой. Тогда у нас получается 2022 значное число. Первую цифру можно выбрать одним из 9 способов, то есть 0 не может быть первой цифрой, потому что число, к примеру, 0,31 хоть и состоит из трех цифр, но не считается трехзначным. И это касается любого числа. С нуля мы считаем число не начинается. Итак, если первая цифра убирается 9 способами, то остается сколько? 2022 и минус 1, то есть 2021 цифра. И вот на них никаких ограничений не накладывается. То есть в принципе цифры производят по 10 способов на каждую цифру. А если я выбираю и первую цифру, и вторую, и третью, значит по правилу произведения будет произведение десяток 2021 раз. То есть 10 степени 2021. Итак, мы получили 2022 значное число, в конце которого нужно что-то приписать, чтобы сумма цифр была кратна 5. Но на данный момент число, которое мы получили, уже имеет какую-то сумму цифр. И при делении на 5 дает эта сумма в остатке либо 0, либо 1, либо 2, либо 3, либо 4. Других вариантов остатка при делении на 5 нет. Теперь, в каждом из этих вариантов в качестве последней цифры можно выбрать одну цифру из двух вариантов. Например, если у нас 0, то последняя цифра должна делиться на 5. То есть это 0 или 5, два варианта. Если остаток 1, то последняя цифра, чтобы дополнить до 5, должна быть 4 или 9. Для двойки это 3 и 8, для тройки это 2 и 7, и, наконец, для четверки это 1 и 6. Таким образом, независимо от суммы цифр, у нас всегда два варианта. Итак, у нас есть 9 умножить на 10 2021 способов выбрать 2022 значное начало, и два способа выбрать при этом последнюю цифру. Перемножив, мы получаем 18 на 10 2021 такое количество способов. В этом примере точно не надо выписывать само это число. Достаточно в такой форме. То есть 2000 нулей писать не нужно. Нужно учитывать, что в комбинаторике очень часто возникают огромные числа. Мы их оставляем в таком виде, как мы их и получили. Следующая задача уже не просто на комбинаторику. Учащиеся одной из школ периодически проводят шахматные турниры. Под конец года оказалось, что Катя сыграла 31 партию, Коля 29 партий, а все остальные ровно по 12. Могла ли Катя не сыграть с Колей ни одну партию? Напомню, что на вопрос могла ли есть два ответа да и нет, но за оба поставят вам 0 баллов, потому что их надо обосновать. поэтому да могла, как доказать, что могла? Нужно хотя бы один пример провести. Если пример существует, значит это возможно. В то же время, если я хочу доказать нет, не могла, то нужно провести доказательство. Доказательство может быть либо на основе вариантов, то есть я могу показать, что что-то неизменное есть при этом и при этом условии у нас не получится выполнить условия задачи. Либо какое-то ограничение, что какое-то число не меньше чего-то и это препятствует вычислению. Итак, ну наверное проще начать с примера. И если у нас не получится пример, это не будет доказательством невозможности, но нужно понять, почему не получился пример, и либо мы устраним эту проблему, либо если устранить проблему не получается, то мы обосновываем, что вот по этой причине пример сделать невозможно. Но напоминаю, плохой пример ничего не доказывает. Он просто говорит о том, что в вашем примере это не работает. Давайте посчитаем то, что в этой задаче в принципе неизменно. Катя и Коля сыграли вместе 60 партий. Но они играли с кем-то. Мы предполагаем, что они друг с другом не играли. Значит, они сыграли 60 партий и еще кто-то тоже сыграл эти 60 партий. Но если все остальные играли по 12, то 60 партий могло сыграть не меньше 5 человек. Итак, попробуем с 5 учащимся. В принципе больше можно было, но не меньше. Итак, не будем усложнять, назовем учащихся просто А, Б, В, Г, Д. Нам нужно сделать так, чтобы каждый из них играл по 12 партий и при этом Катя и Коля не играли между собой. Ну, можно с Катей двое сыграли, это будет сколько? 24, а третий сыграл сколько ему остается? 7 партий. А с Колей тоже двое сыграли полностью, будет 24, и еще 5 сыграет третий. То есть у нас вроде бы все получается. В принципе словесное описание полностью объясняет смысл. Но удобнее проиллюстрировать это решение с помощью наглядной иллюстрации. Иллюстрация может быть либо картинкой, либо таблицей. Например, посмотрите то, что я описал словами здесь же в таблице. Итак, двое с Катей сыграли по 12 партий, еще один 7. Всего Катя сыграла 31 партию. Также Коля с двумя по 12 и с одним 5. То есть Коля сыграл 29 партий. Если же смотреть для А, Б, В, Г, Д, то каждый из них тоже сыграл ровно 12, как сказано в условии. То есть в этом примере наглядно показано, что такая ситуация, где Катя и Коля сыграли 0 партий, возможно. Замечу, что если пример приведен наоборот, то есть приведен пример, где они могли сыграть вместе, то это 0 баллов, потому что условие другое. То есть оно вообще не говорит о том, что они не могли сыграть. Да, они могли сыграть и может быть друг другом, но нам надо было, чтобы они не играли. Итак, следующая задача. В стране N каждый город соединен прямым авиарейсом, не более, чем с тремя другими городами. Сколько максимум городов в стране N, если из каждого города можно добраться в каждый максимум с одной пересадкой на авиарейс? Напомню, что в задачах на максимум есть два принципиальных подхода. Первый подход сделать оценку, то есть показать, что количество городов не больше какого-то числа K, которое в разных задачах бывает разное. А потом показать пример, что при некоторых условиях это число возможно. Также возможен и обратный вариант, когда вы сперва показываете пример, а потом доказываете, что лучшего примера быть не может по каким-то соображениям, то есть любое изменение приведет к ухудшению. Итак, давайте начнем с оценки. У нас есть город А, и он соединен не более чем с тремя городами, значит максимум у нас три города, а каждый из городов тоже соединен с тремя городами максимум, то есть у нас сколько получается городов, тут на что нужно обратить внимание, каждый из этих городов уже соединен с городом А, то есть он может быть соединен только с двумя другими городами, то есть одно соединение, ну условно говоря, если в центре город А, и здесь три города, то у этих трех городов у нас одна стрелка идет назад, и две дуги идут в другие города, таким образом трижды два шесть у нас городов получается, и за одну пересадку можно попасть только шесть городов, таким образом у нас три города сразу можно попасть, и еще шесть с одной пересадкой, но говорится, что в этой стране можно в любой город попасть максимум с одной пересадкой, это значит, что больше городов быть не может, но учитывая, что у нас еще есть сам город, то один и плюс девять будет всего не более десяти городов, и так это только оценка, она не доказывает, что городов десять, она доказывает только то, что больше десяти быть не может, что важно, оценки бывают верные, а бывают точные, например, я могу сказать, что х квадрате больше минус трех, это верная оценка, но не точная, потому что можно сказать еще точнее, чтобы доказать точность оценки, как раз и нужен пример, и так, давайте построим пример, вот он изображен, значит, из вершины а выходят три, и каждый из них тоже соединен с тремя, можете проверить, таким образом, мы получили, что такая ситуация возможна, если бы пример не получился, тогда надо, во-первых, доказать, что это невозможно, то есть указать явную причину, по которой не в вашем примере, а вообще никогда не получится, и тогда бы пробовали уже девять коротков, и так, за верную оценку здесь ставится четыре балла, и за верный пример три балла, как вы понимаете, картинка у вас может выглядеть совершенно не так, главная суть, кто с кем соединен, последняя задача, можно ли построить 2022 отрезка так, чтобы их можно было разбить на две группы с равным количеством отрезков в каждой, причем каждый отрезок из первой группы пересекается ровно с двумя другими отрезками, а каждый отрезок из второй группы пересекается ровно с тремя другими отрезками, итак, можете попробовать порисовать, но, во-первых, для 2022 это большое число и столько отрезков вы не успеете нарисовать, во-вторых, если у вас в примере не получится так разделить, то это не доказывает, что это невозможно, значит, у нас должен быть скорее всего либо какой-то очевидный пример, либо какое-то очевидное, противоречие, итак, если 2022 я делю на две равные группы, это значит, что будет по 1011 отрезков в каждой группе, давайте проиллюстрируем эту задачу с помощью графа, но сделаем так, вершины этого графа отрезки, то есть, у нас будет 2022 вершина, теперь, будем вершины соединять друг с другом, если соответствующие им отрезки пересекаются, пересекаются, то вершины соединяются, что дальше у нас получается, в первой группе каждый отрезок пересекается ровно с двумя, это значит, что у нас в этом графе 1001 вершина со степенью 2, то есть, это те два отрезка, с которыми они пересекаются, и 1001 вершина со степенью 3, но, давайте вспомним, что у любого графа сумма степеней вершин должна быть четная, потому что мы каждую дугу считаем два раза, от одной вершины начала и от другой вершины конца, однако, мы получили, что сумма степеней вершин это 2 на 2011, то есть, четная, и плюс 3 на 2011, это нечетная, таким образом у нас получается, что сумма степеней вершин является нечетной, что невозможно, а это значит, что данное построение выполнить нельзя, но, обращая внимания не просто сказал нельзя, а привел доказательства, опять же напоминаю, как в принципе можно ответить на вопрос можно ли, тут либо да и конкретный пример, либо нет и доказательства, вот доказательства, которые используют некоторые свойства, если же вы приводите неудачный пример, это не котируется никак, он ничего не доказывает, ну, и просто ответ, как мы говорили обычно, ставится 0 баллов, спасибо за внимание, успехов в решении, неудачно, неудачно,